Продолжение следует... В разных направлениях. Но этот факт никаким образом не застраховал меня от того, чтобы прошлой осенью выгореть окончательно, выгореть до состояния клинической депрессии. В депрессии я провела порядка полугода, после чего смогла выбраться на ремиссию. То есть симптомы моего заболевания сошли на нет, прошли по сути полностью. Сегодня поговорим про мой опыт. Итак, выгорание. Модное нынче слово много у кого на слуху, много достаточно по этой теме, можно найти материала. И если мы посмотрим определение, то ничего сильно страшного, наверное, там не увидим. Эмоциональное выгорание — это истощение. Истощение человека по всем фронтам, эмоциональное, умственное, физическое, на фоне длительного стресса на работе. Но страшно не звучит, правда? И страшно не звучит ровно до момента, пока мы не начнем задумываться о том, как чувствует себя человек, который выгорел окончательно. Что чувствовала я прошлой осенью? Ну, во-первых, у меня была бессонница. Я практически перестала спать. Спать могла только под успокоительным. В продолжении я потеряла вкус еды. Все продукты были для меня как при ковиде, абсолютно одинаковые, ничем не отличались. Я различала сладкое и соленое, но на этом как бы все заканчивалось. На этом фоне у меня снизился аппетит. Был плотный завтрак, но я практически ничего дальше не ела, жила на одном кофе. Отсутствие концентрации, неспособность сосредоточиться на своих рабочих задачах. Тебе постоянно хочется переключаться, вставать, что-то делать, условно залипать на каких-то котиков. Цинизм по отношению к окружающим. Мне казалось, что люди делают все на зло, косячат специально, срывают сроки. Я злилась, агрессивно и токсично себя вела по отношению к коллегам. Ощущение бессмысленности всего происходящего. Задачи казалось, что больше не имеют никакого смысла, не имеют никакой ценности. Иногда меня посещали панические атаки. Это такое чувство неконтролируемого страха, когда тебе безумно страшно, у тебя очищается сердцебиение, становится тяжело дышать, и ты ничего не можешь сделать с этим животным страхом, только просто пережить это состояние. И вообще тотальная безысходность. Жизнь потеряла смысл, работа потеряла смысл, и казалось, что так будет всегда, теперь, и ничего с этим нельзя сделать. Теперь представьте, просто в этом состоянии попробуйте написать какой-то код. Ну, хоть какой-то. Звучит, как задача со звездочкой, достаточно сложно. И, естественно, у меня было желание бросить все, свалить куда-то в закат, но я подумала, что, возможно, есть другой путь, может быть, можно как-то по-другому. И передо мной достаточно жестко встала проблема. Как работать, находясь в этом состоянии? Как работать, когда ты уже выгорел, уже выгорел окончательно? Я понимала, что гипс снимают, клиент уезжает, все потрачено, все потеряно. Я пропустила вообще все красные флажки, которые были до этого, но, тем не менее, пошла и для начала загуглила свою проблему по классике. Что же, какие советы мне посоветовал интернет? Ну, во-первых, найти баланс работы и личной жизни. Что это такое, как это искать, не говорили, но говорили, что, блин, наверняка поможет. Увеличить физическую активность. Я тренировалась 5-6 раз в неделю, и куда ее увеличить, представляла с трудом. Наладить режим сна, но советы в духе «купи блэкаут шторки», «проветри помещение» со мной уже не работали, работало только какое-то успокоительное. Поэтому этот совет тоже мимо. Питаться правильно, но, опять же, все продукты одного вкуса, в какой смысл их есть, для меня совет не актуален. Активно отдыхать. Еще одна рекомендация. И как именно отдыхать, никто не объяснял. Каким должен быть этот отдых тоже, где взять на него силы точно так же, и, наконец-то, обратиться за помощью. Первый дельный совет, который я встретила в интернете, но, к сожалению, не объясняли, к кому обратиться за помощью, куда бежать, кого гасить. Существует глобально два типа специалистов, ну, как бы, на самом деле их три, но сейчас мы поговорим про двоих, которые могут нам помочь. Первый — это психолог. И психолог — это не врач. Он не имеет медицинского образования. Он занимается тем, что помогает вам посмотреть на вашу проблему под новым углом, как-то работать с вашими мыслями, с вашим состоянием, с тем, как вы дошли до жизни такой, какие были у этого социальные предпосылки. Занимается социальной, как бы, составляющей всего вопроса. Есть психиатр. И психиатр — это уже врач. Врач, который занимается тяжелыми психическими расстройствами. Тяжелыми имеется в виду, что вы можете нанести вред себе либо окружающим. И психиатр совершенно не занимается социальной составляющей проблемы. Ему все равно, как вы дошли до этой жизни. Глобально, скорее всего, он выпишет вам таблетки и отправится этим домой. Все, на этом его участие закончится. Так вот, правильный специалист, к которому следует обратиться, внезапно — это психотерапевт. Это нечто среднее между психологом и психиатром. С одной стороны, это врач. Он имеет медицинское образование и может вас обследовать. И это важно. Потому что внезапно у выгорания могут быть биологические предпосылки. Так, в моем случае было подозрение на опухоль мозга, потому что симптоматика ровно такая же. И первое, что мы сделали, отправили меня на МРТ проверить отсутствие опухоли. А во-вторых, психотерапевт будет заниматься и социальной составляющей вашей проблемы. То есть тем, как вы дошли до этой ситуации, поработать с вами как психолог. Именно поэтому правильный специалист — это психотерапевт. Как я уже сказала, у меня было подозрение на биологические причины, но, к счастью, это не оправдалось. И после этого мы мне выписали некоторые медикаменты, которые должны были мне помочь. Кто-то может сказать сейчас, ну, все, классно, блин, проблема решена, тебе же выписали таблеточки, все, мы зарешали все. Но на самом деле нет. Почему? Потому что, во-первых, у моего выгорания были социальные причины. То есть, условно, то, как я работала, довело меня до такого состояния. Я сама себя довела до этого состояния, своим отношением к работе, тем, как я в это все вкладывалась. А, во-вторых, медикаменты действуют не сразу. У них есть период адаптации, и в моем случае это было что-то порядка двух месяцев, а между тем работать уже надо вот прям как-то сейчас, никуда не откладывая. Я понимала, что прежнюю нагрузку, которая была на работе до сих пор, я не вывезу больше. И пошла на второй важный шаг, который следует сделать, если вы выгорели. Пойти в открытую коммуникацию с собственным руководством и в открытую сообщить о том, что у вас есть проблема, ничего не боясь. Я пришла к своему руководителю и так и сказала, «Саш, привет, у меня клиническая депрессия. Я не знаю, сколько времени я буду лечиться. Я не знаю, как будут действовать препараты, которые на меня будут действовать. И я не знаю, как я смогу в этот период работать. Давай как-то синхронизируемся». И мы синхронизировали ожидания друг от друга. Я послушала, что от меня примерно требуют и сказала, что я могу дать. Например, в тот период я не справлялась категорически со сложными архитектурными задачами, но при этом нормально исполняла что-то классическое, типа поверстать, пописать какой-то код, пописать тесты, какие-то скрипты. С этим всем я еще справлялась. И мы синхронизировались, и это важно. А во-вторых, важно попросить снизить нагрузку, поскольку в текущих реалиях, в своем текущем состоянии вы не вывезете прежнюю нагрузку. Нужно посмотреть правде в глаза и признать это. Вы сейчас можете мне возразить, типа, «Э, подожди, что ты тут предлагаешь? Ты предлагаешь прийти, притащить личные проблемы прямо на работу, сообщить в открытую о том, что они у нас есть. Мало того, еще и попросить, возможно, снизить себе нагрузку. Да нас нафиг всех уволят после этого и разгонят просто». Но на самом деле нет. На самом деле хорошие менеджеры прекрасно понимают, что ваше эмоциональное состояние напрямую влияет на то качество работы, которое вы предоставляете. И люди понимают, что нужно вам помочь с этим. А если это не так, если, придя к своему руководителю, заявив о своей проблеме, вы получаете нечто в духе, «Да вообще это все не важно, давай работу работай», то, наверное, это повод задуматься, стоит ли оставаться в этой компании и продолжать работу, где вас как сотрудника по большому счету не ценят и могут вам пойти навстречу. Это во-первых. А во-вторых, почему не стоит бояться? Потому что обучить нового специалиста зачастую все-таки дороже, чем переждать период упадка у вас у текущего. Но представьте это, нужно разместить вакансию, нужно найти специалиста, прособесить его, после этого согласовать зарплатные ожидания, потом еще и дождаться, пока он вкатится в техничку, которой ваш проект полон, потом вкатится в предметную область. Это все время. И это все огромные ресурсы компании. Проще переждать период упадка у вас у текущего. Можно сказать, что все классно, мы теперь-то решили проблему, но на самом деле все еще нет, потому что нам все еще нужно как-то работать. Да, мы нашли специалиста, да, мы согласовали свое состояние с руководителем, но работать нужно по-прежнему. И как я привыкла работать, как я работала до всей этой истории. Я садилась утром и начинала фигачить. Вот прям фигачить, не поднимая головы. Просто брала задачу, и ты начинаешь, проваливаясь в состояние потока, кодить. Тебе классно в этом. Ты забиваешь на перерывы, забиваешь на обед, можешь заовертаймить легко. Но в новом своем состоянии, в таком формате я работала что-то около полутора часов. После этого превращалась в тряпочку, которая ничего не нужна, и у которой нет сил даже просто прочитать текст с экрана. Я понимала, что надо работать как-то по-другому. Но как? Для начала пришло осознание, что нужно научиться осознавать собственную потребность в отдыхе. Ловить вот этот момент, когда ты уже устал, но и тебе стоит отдохнуть. В этом мне пришло на помощь упражнение, которое используют для аутистов. И первое упражнение будет следующее. Вы утром просыпаетесь и заводите себе 10 резиночек. 10 резиночек одеваете на правую руку. Вы показываете себе, что у вас есть 10 единиц силы максимально. Это ваш заряд батарейки на день. Потом в течение дня, когда вы делаете какую-то задачу, вы снимаете одну-две резиночки с правой руки и одеваете их на левую руку, показывая себе, что вы силы эти потратили. Если вы отдохнули каким-то образом, то вы берете и переодеваете одну-две резиночки с левой руки назад на правую, показывая, что силы вы восстановили. В чем смысл всей этой тусовки резиночек? Когда их на правой руке осталось 5 или тем более 3, это сигнал того, что вам срочно нужен отдых. Вот прям бросаем все, бежим отдыхать, переключаемся, делаем перерыв. Вот прям сейчас. Потому что именно так ощущается вот та самая усталость, которая еще не в ничто, не в полный дрызг мы потратили все силы, а у нас что-то осталось. Именно на уровне тела она так ощущается. Так постепенно я научилась ощущать эту усталость и понимать, в какой момент мне стоит сделать перерыв в своей работе. Но помимо этого, я поняла, что мне стоит начать прогнозировать свой отдых. О чем я сейчас говорю? Ну, допустим, я сейчас предложу вам всем встать, пробежать марафон. Но вы скажете, что я немножечко тронулась умом, потому что мы тут айтишники, немножко они марафонцы. 42 километра за раз мы вряд ли осилим. Я лично пробегу 5 максимум, ну, как бы, два, наверное, с удовольствием, а пять уже на надрыве. И когда я захожу, завожу речь о марафоне, то мы все можем рассчитать собственные силы и понять, сколько времени мы можем пробежать, сколько сил мы можем потратить, какое это расстояние. А вот с работой у меня так не работало. Вот с работой я почему-то не могла понять, сколько я могу времени проработать, и мне будет комфортно работать. На помощь мне пришла техника из тайм-менеджмента. Помодора таймер. В чем смысл техники? Вы берете таймер и заводите его на определенное количество времени для работы. Допустим, это будет 20 минут. И 20 минут вы работаете, ни на что не отвлекаясь. Вот просто целенаправленно работаете над своей задачей. Никаких котиков и мессенджеров в это время. Звенит таймер, и у вас перерыв. Неважно, на каком месте задача, мы ее вот прям бросаем, как работали, и делаем себе перерыв. Например, 5 минут. 5 минут мы отдыхаем. После этого садимся и еще 20 минут работаем. Каждые 4 блока такой работы дают нам большой перерыв в 15, например, минут. Время можно валировать. Можно брать себе промежутки работы больше. Например, если вы чувствуете силы, если я чувствую в себе силы, я беру 40 минут, 45 минут. Перерывы можно также увеличивать или сокращать в зависимости по вашему состоянию. Так постепенно за счет чередования блоков работы и отдыха будет уходить физическое утомление. У меня был шок, когда в первый день я попробовала эту технику. Я о ней знала достаточно давно, но считала, что это какой-то бред, потому что она нарушает состояние потока, она не дает мне провалиться в концентрацию над задачей, но при этом вместо своих полутора часов работы я смогла проработать 6-7 часов в таком формате и при этом не чувствовать сильного утомления, не довести себя до состояния, что я уже читать не могу просто текст с экрана. Со временем так постепенно у меня начало уходить физическое утомление, которое я испытывала просто за счет чередования циклов работы и отдыха. Сейчас я практически всегда работаю в этой технике и практически не работаю запалом, практически не овертаймью. Но помимо физического истощения, если мы помним определение, у нас осталось истощение умственное и истощение эмоциональное. И с ним мне тоже нужно что-то делать, если мы хотим как-то работать в состоянии выгоревшести. Для начала разберемся с умственным истощением. Чтобы победить умственное истощение нужно снизить ту когнитивную нагрузку, которую мы получаем. Но как это сделать, если мы работаем головой? Самая простая техника, которую можно использовать, это начать записывать все. Записывать просто весь входной поток, который у вас есть целиком и полностью. Все задачи, начиная от купить туалетную бумагу какую-то и заканчивая всеми рабочими задачами. Просто все это перенести в ежедневник, записную книжку какую-то электронную себе с напоминалками. Ничего не держать в голове. Вообще, по минимуму, держать в голове информацию. И то, что записываете, упрощать. Записывать так, чтобы это поняли вы через полгода, прочитали и поняли. Ну, например, задача купить маме подарок очень сложная. Почему? Потому что там не сказано, какой подарок вообще-то конкретно надо купить. А вот задача купить маме конкретную вазу вот в этом вот магазине по этой цене по такой-то ссылке она простая. И записывать нужно, соответственно, вторую версию с конкретной ссылкой и конкретной позицией. Вот настолько просто. А те задачи, которые занимают менее пяти минут, нужно делать сразу и вообще никуда не откладывая. Если нужно кому-то позвонить, то берете и звоните, больше не прокрастинируете. То, что я рассказала, сейчас это такой суперповерхностно вообще минимальный вариант джедайских техник Максима Дорофеева. Есть книжка, которую он написал. Он переработал методологию Getting Think Done от Дэвида Аллена и изложил это все в книжке. Вот рекомендую прочитать. Если кто-то еще не, книжка классная. У него также есть курс, по-моему, насколько я знаю. Либо можно прочитать оригинальную книжку Дэвида Аллена как привести дела в порядок. Она тоже собственно про работу с инбоксом и про декомпозицию задач. А вот рабочие задачи я стала декомпозировать для себя гораздо мелко. Гораздо мельче, чем это было до этого. В основном я пользуюсь декомпозицией от простого к сложному. То есть сначала я делаю простую версию задачи, после этого начинаю ее усложнять. Ну, например, если мне нужно сделать вкладку с редактируемым платежом, то я сначала делаю пустую вкладку, здесь бы мог быть ваш платеж, после этого накручиваю простейшую верстку, после этого делаю получение данных, после этого делаю редактирование, успешный сценарий и только потом альтернативный сценарий. То есть на выходе из одной фичи задачи у меня получилось пять задач. Я их подмерживаю в мастер у нас TBD, Trunk Based Development. То есть мне ничего не мешает делать маленькие PR-очки. Таким образом, одна задача у меня не занимает больше полдня, максимум один день. И я каждый день получаю какой-то инкремент собственной работы. Могу себе сказать, что я молодец, я закрыла какую-то задачу, я это сделала. Это тоже достаточно сильно снижает когнитивную нагрузку, которую вы испытываете. Разберемся теперь с эмоциональным истощением. Чтобы разобраться с эмоциональным истощением, нужно каким-то образом снизить уровень стресса, который мы получаем. Для этого классно работает техника работы с мыслями. Техника работы с мыслями содержится в когнитивно-поведенческой терапии. Это психологический подход, который основан на том, что наши мысли и идеи напрямую влияют на наше эмоциональное состояние. В чем смысл? Допустим, происходит какое-то событие. Это событие рождает поток мыслей у нас, рождает определенную интерпретацию. И уже за этой интерпретацией следует какая-то реакция. То есть, мы реагируем не на само событие, а именно на свою интерпретацию. Простой пример. Допустим, разбилась чашка. И один человек посмотрел на это и такой, да, как бы, и ладно, что, классно, куплю себе новую. И не расстроился, может, даже и обрадовался, если старую чашку не любил. А другой подумал нечто в духе, вот, я растяпа, у меня из рук все валится. И расстроился, причем очень сильно. А событие у нас с вами одно и то же. Событие это не менялось, чашка разбита. Разница в интерпретации у двух этих людей, в тех мыслях, которые они думают. Большинство мыслей, которые мы думаем, они автоматические. Они не основаны ни на каком глубинном анализе, ни на какой рефлексии, ни на каком критическом мышлении. Они идут просто по накатанной. Но это же наши мысли. Значит, мы можем влезть своими сознаниями на этап формирования мысли и сформулировать для себя новую мысль. и на новую мысль уже по-новому прореагировать, тем самым контролируя свое эмоциональное состояние напрямую. Ну, классно же. Большинство наших мыслей содержат так называемые ошибки мышления. Это вот эти самые привычные нам паттерны думать, как мы привыкли, наш мозг это все упрощает. Чтобы сформулировать новую мысль, нужно знать, какие ошибки мышления мы делаем, какие ошибки мышления зачастую происходят. Их ограниченное количество, они все описаны, и сегодня с некоторыми из них мы познакомимся. Первая ошибка мышления черно-белое мышление. Мышление по типу дихотомии. Все либо классно, хорошо и здорово, я герой и молодец, либо все очень плохо, ужасно и вообще я неудачник. Промежуточных вариантов нет никаких. Например, мы никогда не выйдем впрод. Вот слово никогда указывает на то, что здесь есть ошибка мышления, дихотомия, черно-белое мышление. Я делаю вывод, что прям вот никогда этого не произойдет. Альтернативная мысль звучала бы как-то так. Когда-нибудь мы выйдем впрод, но просто не сейчас. Или я выступала на конференции и забыла вам рассказать самое важное. это провал. Но какая будет мысль альтернативной, как на самом деле обстоит ситуация. Скорее всего, вы даже не заметите, что я забыла вам что-то рассказать, потому что только я знаю тот материал, который рассказываю. Следующая ошибка мышления сверхобобщения. Берется один маленький факт и на основании его делается вывод о всей своей жизни. Он как бы обобщается на всю свою жизнь, масштабируется. Например, моя мысль вечно все доработки библиотек всплывают на моих PR-ках. Но скорее всего не вечно и скорее всего все-таки не все. Правильная мысль звучала бы как-то так, что много доработок всплывают, но, наверное, все-таки не все. Или более яркий пример. Я плохой разработчик, не смогла сама решить задачу. В реальности, ну, давайте посмотрим на эту мысль критически. Разве одна нерешенная задача делает человека плохим разработчиком? Ну, очевидно, нет. Одна нерешенная задача никак человека не характеризует. Следующая ошибка мышления. Чтение мыслей. Когда мы пытаемся интерпретировать действия другого человека, то мы пытаемся как бы залезть к нему в голову и прочитать его мысли, понять, что же там происходит. на самом деле этого делать не стоит. Самый простой способ это пойти и спросить, почему человек поступил тем или иным образом. Простой пример. Чего непонятного мог бы и сам догадаться, но на самом деле не мог. Человек не умеет читать мысли и альтернативная мысль звучала бы как-то так. Человек не может догадаться. Он не умеет читать мысли, я должен об этом ему сказать, объяснить ситуацию. или я, наверное, что-то делаю не так, раз ко мне такое отношение. То есть, пытаясь интерпретировать действия другого человека, я сделала вывод, что причина в моем поведении. Но если подумать об этом критически, вероятно, это не так. Там миллион причин может быть, почему человек поступает тем или иным образом. Альтернативная мысль звучит следующим образом. Я могу спросить, почему ко мне такое отношение. Я не знаю точно. Следующая ошибка мышления — катастрофизация. Делается предсказание о будущем, при этом делается вывод, как будто самый худший из возможных итогов осуществится. Вот самый худший вариант, который нет, который может только быть. Например, последние месяцы меня мучает страх того, что я полечу в отпуск и потеряюсь в незнакомом иностранном аэропорту. И вот у меня в голове крутится, что я, скорее всего, потеряюсь там. Но давайте посмотрим правде в глаза, какова вероятность потеряться в аэропорту при знании английского. Ну, блин, камон! И альтернативная мысль, я там не потеряюсь. Или не нашла работу за две недели, не найду ее вообще. И тут и чары у меня на работе напряглись после этого примера. Ну, да ладно. на самом деле ненайденная работа за две недели никак человека не характеризует. И, скорее всего, он найдет работу позже. И это будет нормально. Еще одна ошибка мышления при уменьшении. Поднимите руки, кто хоть раз слышал эту фразу. Тебе так повезло быть айтишником. Ну, вот, практически все, по крайней мере, подавляющее большинство. Когда человек это говорит, он преуменьшает ваши заслуги на самом деле. Он как бы занижает, списывает на везение то, что является результатом вашего долгого и упорного труда. И на самом деле альтернативная мысль так бы и звучала. Моя профессия и результат моего долгого упорного труда. Или еще один пример. Я весной делала ремонт и в какой-то момент у меня в голове проскользнуло. Я всего лишь поменяла батареи в квартире. Вот этим всего лишь я преуменьшила это достижение. А на самом деле смена батареи это офигеть, какое достижение. Не каждый второй человек этим занимается. Еще одна ошибка мышления – должинизм. Подразумевается, что люди, как роботы, они должны соответствовать каким-то качествам, функциям и вот быть по умолчанию вот такими и не имеют права на то, чтобы поменяться. Например, они должны понимать, что для меня этот вопрос очень важен. Правда на самом деле в том, что они могут не знать этого. Я должен сказать о том, что для меня этот вопрос очень важен. Или я должна быть продуктивной и закрыть эту задачу сегодня. На самом деле человек не обязан быть всегда продуктивным. Он может быть непродуктивным, и это нормально. поэтому альтернативная мысль «я могу быть непродуктивной, я могу себе это позволить и не закрывать эту задачу сегодня». Таким образом, контролируя то, о чем вы думаете, просто хотя бы критически относиться к тому, о чем вы думаете, вы уже можете улучшить свое эмоциональное состояние, улучшить свое настроение. Вообще все мыслительные ошибки и когнитивно-поведенческая терапия классно описана в книжке Дэвида Бернса «Терапия настроения». Я читала оттуда отдельные главы в рамках своей терапии и прям вот рекомендую. Книжка очень классная. Помимо этого, чтобы снизить эмоциональное напряжение, классно работает писать открытые письма. Вы берете бумагу и ручку, садитесь и начинаете писать просто все, что у вас в голове накопилось. Вот все эмоции, когда у вас что-то пригорело, вас кто-то расстроил или разозлил. садитесь и все это выписываете на бумагу с залпом. Это классно помогает сбросить эмоциональное напряжение, которое вы испытываете. Кроме этого, хорошо работает возвращаться в настоящий момент. Мы в своей жизни зачастую либо сожалеем о прошлом, либо беспокоимся о будущем, а вот прям в настоящем пребываем редко. Когда я предлагаю вернуться в настоящий момент, я сейчас говорю о медитациях. И медитация скорее всего ассоциируется с чем-то вот таким. Девушка пафосно сидит на фоне красивого вида или мужчина в специальной позе. Но на самом деле медитации стали уже давно светскими. Существуют формальные и неформальные практики. Формальная практика зачастую делается под какого-то диктора. Вы можете скачать любое приложение. Я, например, пользуюсь медиатопией. И включаете себе запись с голосом диктора, где вам предлагают 10-15 минут дышать глубоко, сосредотачиваться на своих ощущениях в теле, положить себе руку на грудь, что-то вот такое. Но если вам кажется, что формальная практика с таким замедлением дыхания, которое достаточно сильно на самом деле снижает стресс для тела на уровне физиологии, это слишком сложно, слишком долго. Для вас существуют неформальные практики. Неформальная практика выглядит следующим образом. Вы просто в течение дня берете, закрываете глаза, делаете глубокий вдох, глубокий выдох, и после этого спрашиваете себя, что для меня сейчас важно, что для меня сейчас важно в настоящий момент, и делаете это после этого. Занимает порядка 30 секунд, меньше уже придумать достаточно сложно. Если интересно, почему медитации работают, и как они работают, как они работают с нейронами нашего мозга, то есть классная книжка «Будда, мозг, нейрофизиология, счастье». Название абсолютно дурацкое, книжка классная. Тоже рекомендую. Кроме этого, хорошо работает завести дневник благодарности. Кажется, что ерунда ерундовая работает на самом деле очень классно. Вы берете и в течение дня записываете пять вещей, которым вы сегодня благодарны. Ну так, в кавычках благодарны, потому что это может быть, что вы что-то сделали классное, может быть, вас что-то порадовало, какая-то кружка кофе, кофе был классный вкусный. Или вы что-то сделали на работе, закрыли какую-то задачу. Или вы с кем-то классно пообщались. Или пришел котик, потерся о вас и вам стало приятно, классно на душе. Что-то вот такое маленькое. Пять вещей в течение дня. Это позволяет нивелировать негативный уклон, который у вас есть в голове. Мы все склонны замечать плохое и акцентироваться на нем. Это нормально, мы так эволюционно устроены. А вот такие простые вещи, как записать пять вещей, которым вы благодарны, которые вас сегодня порадовали, они этот уклон нивелируют. Кроме этого, для меня, чтобы снизить эмоциональное напряжение, классно сработало планировать отдых. Как сказал мой психотерапевт, депрессия, не повод не мыть полы. Был абсолютно прав. Я начала забивать свое расписание просто всеми возможными способами, всеми возможными вещами. Ходить на концерты, митапы, на спектакли, на мастер-классы, все равно куда, лишь бы не сидеть дома, лишь бы не проваливаться в состояние вот этой безысходности и тотальной какой-то собственной ненужности, бессмысленности происходящего. Мне не хотелось абсолютно это делать, но я тем не менее это делала. И это сработало. Сработало через силу. Так как работать, если выгорел? Давайте подведем маленький итог. Но для начала найти психотерапевта, который будет заниматься вашим лечением, причем именно психотерапевта, потому что выгорание, как я уже сказала, могут быть биологические причины, и лечение может быть на уровне физиологии, а нифига не психологии. После этого нужно сообщить руководству о проблеме, пойти в открытую коммуникацию, не бояться этого, не бояться говорить о том, что вы выгорели, о том, что у вас есть проблема. Научиться осознать свою потребность в отдыхе, в том, что вы не робот, вы не можете быть продуктивным всегда, 24 на 7, вам нужен этот отдых. С этим классно помогает упражнение для аутистов с резиночками. Правда, для аутистов, и оно правда, с резиночками. Можно использовать вместо резиночек палочки, монетки, все что угодно, лишь бы у вас было две кучки, с которой вы тусуете с одной в другую. У меня были нарванные кусочки бумажки, когда я это практиковала на самом деле. Кроме этого, нужно начать превентивно отдыхать, делая перерывы для себя в работе принудительно. Хотите вы этого или нет, вы делаете этот перерыв и отдыхаете, прям специально себя доставая, даже если очень классная увлекательная задача, я вот прям никак не хочу прерываться. Нет, сделайте этот перерыв на большой дистанции, это сыграет вам на руку. Кроме этого, нужно снизить нагрузку на голову, хотя бы начав записывать все, что в ней постоянно крутится, хотя бы заведя ежедневник, и мелкая декомпозитность задач вам в помощь, чтобы вы каждый день получали какой-то инкремент собственной работы. Кроме этого, нужно снизить уровень стресса, для этого хорошо работает и работа с мыслями, когнитивно-поведенческая терапия реально меняет мышление, на самом деле, кроме шуток. Хотя казалось бы, ну дядина, ну дядина, я что-то мысли выписывать и мыслительные ошибки искать. Кроме этого, медитации, дневники благодарности и забивание собственного расписания принудительно, хочется этого или нет. А к каким выводам пришла я по итогу всей этой истории? Ну, во-первых, я стала дозировать нагрузку на себя, я стала работать по методу помодора, в общем, по методу таймера и практически постоянно на регулярной основе именно в таком формате. При этом время, которое у меня выделяется на работу, оно у меня день и до дня валируется. Минимально это реально 20 минут. Вот серьезно, минимальное время концентрации для меня 20 минут. Если я чувствую, что у меня сил больше и сегодня я прям классно выспалась, классно себя чувствую, ну окей, я попробую сделать 35-40 минут, 45 минут, час работы. Если я чувствую, что я в конце этого часа, например, начинаю на что-то отвлекаться, значит, я не подобрала правильно время, значит, я могу меньше сегодня отработать, я его сокращаю, я им как бы жонглирую в течение дня. То же самое делаю с перерывами. Я валирую время перерывов от 5 до 7 минут короткой, вот короткий перерыв у меня так примерно гуляет. кроме этого я стала открыто говорить о тех ограничениях, с которыми я сталкиваюсь, причем речь идет как о ограничениях моего состояния, на удивление на работе никто не умер от того, что я побывала в депрессии и вернулась назад, от того, что я была непроизводительна порядка полугода, ни у кого ничего не отвалилось, все нормально это пережили, и это такое большое открытие для меня этого года. И помимо этого я стала открыто говорить о тех технических ограничениях, с которыми я сталкиваюсь. Раньше я бы села фигачить задачу во что бы то ни стало, сделать ее до конца, а теперь я могу честно сказать, что это будет стоить, ребят, очень дорого, это можно сделать, но будет стоить дорого. И люди иногда отказываются от тех задач, которые предлагают, тогда они сложные, то есть я экономлю свои собственные силы, я открыто говорю о том, что сделать не могу или что сделать достаточно сложно. Я стала позволять себе промахи и ошибки, стала относиться к ним как к чему-то нормальному. У нас у всех есть кладбище прода, это нормально, давайте не будем делать из этого трагедии. Даже если мы где-то накосячили, даже если что-то не получилось, это не конец света больше для меня, раньше я бы так к этому я стала критически относиться к тем мыслям, которые, я думаю, со временем количество мыслительных ошибок у меня сократилось, практически ушло в ноль. Сейчас мыслительные ошибки есть, но их достаточно мало, и я их все-таки умудряюсь отслеживать. Хотя это требует достаточно много времени, тебе прям приходится записывать все свои мысли, прям их разбирать, искать эти ошибки, формулировать по-новому, но дело того стоит, серьезно. Ребят, не выгорайте, это не круто. Я попробовала, один из десяти, вообще никому не рекомендую, прям не классно. Спасибо, вы классные. Спасибо тебе. Спасибо. Давай, присаживайся на ближайшее креслице. Ближайшее? Да, ближайшее, не в серединку. Хорошо. Вопрос к аудитории. Ребят, когда Юля рассказывала про симптомы выгорания, кто из нас тут тревожный и почувствовал, что у него опухоль головного мозга? Да, тут есть люди такие. Саша, я видел, как ты очень тревожно посмотрела на экран, задумалась и пошла гуглить. Это было что-то такое. Но МРТ решает на самом деле эту проблему. Ну, то есть, типа, одно обследование и все, ты убедишься, что все нормально. У нас очень много вопросов. Много вопросов, часть из них личная, такая, достаточно. Ребят, если, наверное, мы не будем задавать их Юле, если хотите, в куарах можно будет ее поймать и задать ей эти вопросы, если она захочет на них отвечать. Давай, найдешь? Да, нашел. Вот мне нравится вопрос. Что делать, если ты довыгорел уже после увольнения и не можешь теперь начать искать работу, потому что нет сил? Ну, переждать этот период, реально не искать работу в период, когда ты не хочешь этого делать. Ничего просто дельного из того, что человек найдет работу, в таком состоянии не выйдет. Ничего дельного не получится. Будет только хуже доводить себя еще дальше в депрессию, в выгорание. поэтому переждать этот период, найти специалиста... Не работать прям? Прям не работать, прям найти специалиста. А как очередную квартиру покупать на что тогда? Найти альтернативные способы, слушай, начиная от того, что можно на какой-то период пожить условно с родителями или найти каких-то друзей, кто может помочь, и заканчивая кредитованием, это же короткий период на самом деле. Если ты... Смотри, есть разница в том, либо ты сидишь свесив лапки и такой, у меня все плохо, ну вот я там в депрессии, либо ты гребешь из этого состояния всеми силами все равно. То есть хочется тебе, ну как бы там, не хочется забивать свое расписание, ты его забиваешь, просто потому, что иначе ты будешь лежать, смотреть в одну точку и просто морально разлагаться. Ну вот, если человек хочет выбраться из этого состояния, то он выберется, найти специалиста, кто будет его лечить. И пока не искать работу в этот период. Тут такой вот тоже вопрос про работу. Если вроде выбрался из выгорания, а потом пошел искать работу, опять выгорел, что делать? Делать выводы, почему это произошло. Ну, то есть смотри, я выгорела, выгорала, в частности, еще из-за того, как я мыслила, как я относилась к работе. Для меня работа это всегда было личное детище. Я прям ложилась с костьми туда вся, могла овертаймить, могла забивать на все. У меня есть абсолютно эпичная история, когда я в свой день рождения просто приехала домой, мне позвонили, что у нас там бага на проде, я развернулась, одела куртку и поехала назад чинить прот, потому что код фриз, в общем, все дела, и вроде бы как кажется, что ты такой незаменимый. На самом деле нет, на самом деле это не так. И на самом деле работа это просто очень важная часть нашей жизни, самореализации, все такое, но это не альфа и омега всего, это не должно быть таким. И работать нужно дозированно, как ни странно. Я правильно понимаю, что вот если такая ситуация сложилась, что вы только-только выбрались из выгорания и потом опять вскатились в это же, там, довыбравшись полностью либо через какой-то небольшой период, то, скорее всего, не нашли причину выгорания. Не нашли причину, почему? Там на самом деле в выгорании сначала начинается медовый месяц, так называемый, когда мы увлекаемся слишком сильно проектом, мы начинаем как раз овертаймить, нам кажется, что, блин, все так круто, классно, здорово, вот этот вот медовый месяц, и мы не замечаем того, как мы начинаем перерабатывать, как мы начинаем слишком сильно вкладываться в свою работу. Если убрать этот момент, то, мне кажется, все станет сильно лучше, если начать носиться более спокойно. Огонь! Я тут нашел вопрос, который прямо откликается лично у меня. Прокрастинация — это признак выгорания? Сложный вопрос. Нет, скорее всего. Окей, тогда просто какие способы по борьбе с прокрастинацией посоветуешь? Волшебную фею, которая прилетает и даст тебе 15 минут сделать что-нибудь полезное. Ну, типа, есть такой метод, метод волшебной феи. Ты представляешь, чтобы тебе прилетела сейчас волшебная фея и дала тебе 15 минут на то, чтобы сделать какой-то маленький шажочек в отношении того, чтобы сделать свою задачу. Вот самый маленький, что ты за 15 минут можешь сделать? И вот потом делаешь этот шажочек, типа, делаешь эти 15 минут, выделяешь и делаешь этот первый шаг. Он зачастую там самый минимальный, условно, если тебе нужно вылечить зубы, позвонить в стоматологию, да, это не занимает много времени. И типа, делаешь этот шаг, потом становится проще. Круто, спасибо. Джедайские техники. Читайте. И про курс, да, есть на Хиллс, прям курс, который можно пройти. Вот я тоже проходила. Очень удобно, он вас прям по шагам приучивает вот таким полезным привычкам, getting things done или джедайским техникам. Вот прям очень классно рекомендую от себя. Вот такой немножко экзистенциальный вопрос, как мне кажется. Как ты думаешь, имея за плечами опыт выгорания, смогла бы ты посмотреть на выгорание как на жизненный этап? Этап личностного роста, который прям нужно пройти, чтобы вырасти? Да, смогла бы. Ну, то есть я не жалею, сейчас уже, находясь в текущей точке пространства, находясь в ремиссии, по сути, выбравшись практически полностью из своего того состояния, в котором я побыла, очень неприятно. Вообще никому не рекомендую, это прям совсем не классно. Но это был такой, если я не понимала по-хорошему, знаешь, до этого, то есть когда ты не обращаешь внимания на те красные флажки, которые у тебя всплывают, когда ты там хотел полежать, внезапно заболел условно, вот ты не обращаешь на это все внимания, продолжаешь топить гашеточку в пол, то если ты так не понимаешь, то это необходимый опыт. Ну, то есть вот, без него никак. Продолжая вопрос, получается, если мы где-то в каком-то подвешенном относительно выгорания состоянии, то иногда проще себя на самое дно опустить и оттуда из выгорания уже достать? Да. Ага. Так что да, это опыт необходимый. Это в моем случае был необходимый опыт. Прямо обязательный. Если выгорел, стоит ли увольняться с работы и устраиваться, например, баристой? Если это откликается, то это можно попробовать, но, типа, почему нет? Смотри, ситуация того, что человек доходит, ты там доходишь до состояния, что от работы начинает тошнить буквально, то есть она тебя раздражает, нервирует, ты не можешь уже больше этим заниматься. Если уже эта стадия и нет желания продолжать как-то с этим бороться, потому что у меня-то такое желание все равно было. У меня от работы тошнило, но пользователи были для меня по-прежнему важны, и счастье пользователей по-прежнему важно на моем проекте. Мне хотелось, чтобы люди были все равно счастливы, несмотря на то, что от работы прям выворачивало. То есть я-то хотела продолжить работать, несмотря на свое выгорание. Но если человек хочет завязать с кодингом на какой-то период и попробовать что-то другое, ну, блин, почему нет? Живем один раз. А является ли опцией с учетом гибкого графика работы параллельно устроиться баристы? Или это прям плохая идея? Мне кажется, это плохая идея. Давай будем помнить, что есть физическое истощение. И скорее всего человек не вывезет на физике такую нагрузку. У меня есть история жизни, когда фронтенд-разработчик, не знаю, выгорел он или нет, прям так, чтобы уже дотла, но он уходил в написание электронной музыки. Вот он прям уволился и пошел писать барабанные сэмплы. Вроде как нормально живет, даже нормально зарабатывает. Так что, в принципе, жизнь после выгорания есть даже вне фронтенда. Так, давай я тоже задам вопросик. Давай. Да, пора. Михаил Бакаев написал такое. Я купил виски. Это поможет от выгорания? Нет. Алкоголь усугубляет состояние. Алкоголь не является антидепрессантом, к сожалению. На уровне физиологии алкоголь временно уменьшает чувствительность клеток к дофамину. То есть, есть понятие дофаминовая депрессия, когда дофамина слишком много в крови, и клеток уже нарушена к нему чувствительность. Так вот, алкоголь на уровне физиологии снижает эту чувствительность клеток к дофамину, поэтому человеку физически становится временно ну типа получше. Но после этого на следующий день, во-первых, типа чувствительность клеток восстановится, мы ничего не сделали с причиной, поэтому будет эффект, что тебя откатило в обратную сторону, во-вторых, там сузится лимфа, и тебе будет достаточно тяжело после этого. Вот. Поэтому купить виски при выгорании, короче, не очень классная идея. А можно уточняю еще вопрос? Это лично меня бы всегда было интересно. Была такая древняя игра под названием «Фаренгейт», где была сцена, где если ты в квартире героя выпивал виски, после того, как съел антидепрессанты, ты умирал. В жизни так или нет? У меня просто боязнь, как то, что на сварку нельзя смотреть. И так, и так, ну типа возможно есть антидепрессанты, которые категорически не сочетаются с алкоголем и могут вызвать в том числе типа летальный исход. Спасибо большое. Буду продолжать бояться этого. Ну, Андрей, сорян. Реальность беспощадна. Так, кто задает вопрос? Ну давай я, ладно. Давай, задавай. Вот еще был хороший вопрос. Вот в целом, если опять же ретроспективно оценивать, то понятно, что самого горания ты не рекомендуешь один из десяти, все очень плохо, но вот после него остается больше плюсов или минусов, если сравнить себя после выгорания и до его начала? Ну, наверное, больше плюсов все-таки, как ни странно. Ну, то есть я уже сказала, я не жалею об этом опыте, не жалею о том, что мне пришлось действительно, ну, на самом деле очень тяжело. Был период прям совсем упаднического настроения, тотальная безысходность, очень нехороших мыслей таких навязчивых в голове. Я не жалею об этом периоде, потому что он в конечном итоге дал качественно другое восприятие работы, качественно другое восприятие реальности, восприятие себя, отношения к жизни вообще в целом, больше ценностей у этой жизни появилось. Ты не представляешь, какой это кайф, когда ты несколько месяцев подряд не чувствовал вкуса продуктов, а потом сидишь в кафе и первый раз чувствуешь вкусы клера. Ну, типа, какой это был кайф для меня ощутить вкус, что он вкусный, что он имеет под собой какое-то ощущение, какую-то эмоциональную окраску. Это было очень здорово. Поэтому, ну, как бы, нет, больше плюсов, конечно. Но второй раз, откровенно говоря, второй раз я бы не согласилась на эти американские горки. Окей, спасибо. Давай, наверное, такой последний от себя вопрос. А вот что ты посоветуешь людям, которые не выгорали, но хотят держать свою кукушку в нормальном состоянии? Дозировать количество работы в собственной жизни. Ну, то есть, как бы, и относиться к работе гораздо спокойнее, чем, ну, чем это я делала, чем многие делают. Относиться к работе, в первую очередь, к работе, да, это очень важная часть самореализации, да, это очень важная часть нашей жизни, но это не вся наша жизнь, и нет незаменимых людей, есть временно незамененные, это важно понимать в хорошем смысле, в плане того, что если ты сегодня уехал в отпуск, то не надо отвечать на рабочие чаты, там, да, потому что без тебя всё рухнет внезапно. Нет, не рухнет, это неправда, да. Проведи DR-тестирование, в конце концов, собственного проекта. Вот. И дозировать количество работы в каждом рабочем дне. Ну, то есть использовать всё-таки циклические подходы к работе, не так садиться, что я по ощущениям чувствую, что я могу писать код до обеда и не перерываться. Вот. Ну, типа, нет. На самом деле психика не вывозит такое. Всё-таки лучше поделить на какие-то блоки комфортные для вас. Пусть это будет там два часа работы и полчаса перерыва, я не знаю, какие-то. Но вот делить работу на блоки. Экспериментируйте с техниками осознанности, со своим распорядком работы и не горите, пожалуйста, это правда очень плохое состояние. Полностью тебя поддерживаю, Юля, это прям... Да, тут напоследок ещё, тут есть несколько дельных комментариев именно по каким-то терминологии, то, что ты говорила, Юля. Мы обязательно ей это всё перешлём и чтобы эти все фидбэки были отработаны. Вот. Ну а сейчас давай выберем лучший вопрос. Мне про Юски понравилось. Ну и отлично. И на этой ноте... На фоне автопати. Да, спасибо тебе большое за доклад. А мы радостны идём немножко откладывать наше выгорание на автопати. Всем спасибо.